Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я был там. Стоял так близко, что мог различить капли пота на лбу у фюрера. Но обо всем по порядку. В Германии я жил с документами на имя Герхарда Майера, штандартенфюрера СС. Меня внедрили в тайную полицию Рейха, Гестапо, в 1936 году. Семь лет я исправно трудился на благо Третьего Рейха и зарабатывал себе безупречную репутацию, чтобы в 1944, в день освобождения Минска, получить короткий приказ – убить Адольфа Гитлера. Сейчас, когда я листаю этот старый потрепанный дневник, к которому я не прикасался уже несколько лет, я задаю себе вопрос – зачем понадобилась Сталину эта смерть, если смена власти в Германии могла спровоцировать разрыв между союзниками по коалиции? Думал ли отец народов о тысячах русских заключенных в немецких лагерях смерти? Или имел свою особую точку зрения на планы Генерального штаба Третьего Рейха? Ведь фюрер после разгрома в Курской битве с потрясающим постоянством предпринимал бессмысленные контратаки и отправлял в бой все новые и новые батальоны солдат, обрекая их на верную смерть. Так знал ли уже тогда генералиссимус Советского Союза, что за козырь скрывается в рукаве Гитлера, совершающего одно безумство за другим? Могу сказать лишь одно. Решение, принятое тем летом в Кремле, оказалось для мира судьбоносным. Решение, принятое тем летом в Кремле. 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 Фюреры в Германии ненавидели многие. Я знал это не понаслышке. Сотни таких людей проходили через руки моих коллег в гестапо. Первым, на кого мне удалось выйти, был гауптман Отто Хефнер. Он служил в инженерных войсках и не так давно вернулся из Польши в Берлин. По моим источникам, Хефнер входил в закрытый кружок офицеров, который возглавлял Людвиг Бек, генерал вермахта в отставке. С Хефнером мы сошлись быстро. У нас оказалось немало общих тем для разговора. Мы спорили о литературе, о философии, о жизни. Мало-помало он раскрывался передо мной. В тот день, 19 июля, он в первый раз проговорился. И быстро замолчал, испуганно взглянув на меня. А потом осушил до дна свой грязный стакан, громко произнес тост в честь фюрера и потребовал, чтобы я налил еще. И я налил. Что и говорить, мы здорово набрались. Мы ушли из ресторана на заплетающихся ногах часа в два ночи. Больше за тот вечер Хефнер так ничего и не сказал. А потом как-то внезапно наступило утро. Помню, как я встал с постели и оделся с трудом, понимая, зачем я это делаю. И помню, как сильно болела тогда моя голова. Тяжелый деревянный стул с кожаной обивкой. Книжный шкаф. Ганс Гейнс Эверс. Самые прекрасные руки в мире. Необычная судьба была у этого писателя. Его путь в литературе начался с публикации в первом в мире гомосексуальном журнале «Особенный». Потом он был актером кабаре, сценаристом, кинорежиссером. В 1932-м он удостоился рукопожатия от самого Гитлера. А уже через год его книги подвергли публичному сожжению. Эверс умер совсем недавно. Всего год назад. Эта книга – предсмертное его произведение. И я рад, что она все-таки вышла в свет. Продолжение следует... Мы говорили в 1914-м, 15-м, 16-м, 17-м и даже в 1918-м году. Но это не все. В подобных заявлениях шли еще дальше. Старались якобы не с целью добиться победы, а боролись лишь с целью достигнуть мира в духе согласия и примирения. И этот мир должен был сделать возможным отказ от вооружений на все времена. Ведь боролись также и против войны. В силу этой причины заявляли, что стремятся заключить мир без репараций и увенчать этот мир должно было всеобщее разоружение и вечное согласие народу. И тогда Фильсон опубликовал свои 14 пунктов, дополнив их специально тремя пунктами, в которых нам предлагалось сложить оружие, относящаясь с полным доверием к Англии. Неестественно, нежели темы бесед моих противников, которые привыкли безумолку трепаться на весь мир прямо от камина или еще откуда. Темы моих предполагаемых речей более сложные. Поэтому я не считаю нужным заниматься сейчас рассуждениями о будущем. Я считаю, что гораздо необходимее нам озаботиться тем, что требуется от нас в настоящем. Естественно, очень просто придумать Атлантическую хартию. Эта чушь, конечно, будет действовать очень недолго, пару лет. Она просто-напросто не выдержит поверх неправдой жизни. Есть и другие причины, по которым нашим противникам есть о чем говорить. Они внезапно открыли для себя нашу партийную программу после многих лет тщетных усилий. И теперь мы с удивлением взираем, как они обещают дать миру в будущем почти то же самое, что мы уже дали нашему германскому народу, и за что мы, как выяснилось впоследствии, были другими, тянуты в войну. Потолочная люстра на шесть ламп. Напоминание о времени, когда Берлин еще не бомбили, и можно было не опасаться слишком ярким светом нарушить светомаскировку. Очень неостроумно, когда, к примеру, президент говорит, мы желаем, чтобы в будущем никто не страдал от нищеты, или что-то вроде того. К этому можно добавить только одно. Вероятно, было бы куда проще, если бы этот президент, вместо того, чтобы увязать в войне, использовал всю рабочую мощь своей страны для полезного производства и позаботился о своем собственном народе, чтобы не царили нужда и нищета, и чтобы не было 13 миллионов безработных в стране, где всего лишь 10 человек на квадратный километр. Эти люди могли бы все это исполнить, если они сейчас вдруг объявляются миру, как спасители, и заявляют, мы позаботимся, чтобы в будущем никто не нуждался, как в прошлом, больше не будет безработицы, у каждого человека будет собственный дом. Эти владельцы мировой империи должны были давно добиться этого в своих собственных странах, но мы уже давно добились этого для себя. Они не открыли ничего, кроме основных принципов национал-социалистической программы. Газета 10-дневной давности. Немецкие войска еще доблестно защищают Вильнюс, но уже потеряли Минск и Брест. ...перед этими несравненными героями, этими знаменитыми английскими генералами, не говоря уже об американцах. Маккарт, что это за генерал? Что за мелочь японцы по сравнению с ним? Только эти японцы взяли Конконг и стали повелителями Сингапура, и обладели телепинами, и обосновались в Новой Гвинеи, и они обладеют Новой Гвинеи полностью, и оккупировали Яву с Суматрой. Но, конечно, все это ничто перед бесконечными победами Англии и Америки. Битвы, морские битвы, каких мира еще не видовало. Только Рузвельт, естественно, не скажет ни слова о потере. Ни в коем случае он не будет искренним и никогда не скажет то, что думает. Мы знаем таких героев слишком хорошо. Но сегодня мы на самом деле Всемирный Союз не только неимущих, но и всех народов, борющихся за честь и порядок, народов, предназначенных уничтожить самую мерзкую коалицию, которую когда-либо лицезрел мир. Сборник автографов. Самая ценная для меня подпись оставлена Тилли Флейшер, олимпийской чемпионкой в метании копья. Легче, чем участвовать в решающем сражении. Всегда есть человек и есть его жизнь. Часто сотни тысяч храбрых солдат всех родов поиска. В сухопутных войсках, в пехоте, в инженерных войсках, в артиллерии, в частях элитной вооруженной гвардии, в эскадрильях военно-воздушных сил или в море, на наших военных кораблях, над водой или под водой. Все они не раз, зачастую на протяжении нескольких дней, должны рисковать своими жизнями. А после вы читаете всего лишь оборонительные бои или вражеские атаки отражены, или прорвавшийся враг уничтожен, или урары завершен, продвижение там-то и там-то, ворчированы такая-то и такая-то реки, захвачены такой-то и такой-то города. Вы не понимаете, сколько скрыто под этими словами человеческого героизма, а также человеческой боли и страданий, и, мы можем сказать зачастую, волнения, конечно, смертельного волнения со стороны тех, которые, особенно впервые, стоят пред жребием Божьим на этом высочайшем суде. И они осознали, что не могут ничего объяснить кому-нибудь, кто не пережил этого. Не могут рассказать. Тот, кто не пережил это, сам не поймет, что это. Он не может этого понять, и ему никто не сможет рассказать об этом. По этой причине многие хранили молчание и не говорили ничего, потому что чувствовали. Ты не сможешь описать, как это было в действительности. И это особенно верно, когда против тебя барбарский, звероподобный противник, как сейчас на Востоке. Противник, который знает, что никакой пощады ему не будет. Противник, набирающий солдат не из людей, а практически из зверей. За этими сухими сообщениями бесконечное страдание, бесконечная преданность, бесконечный героизм, бесконечная энергия. Когда вы читаете, что кто-нибудь награжден рыцарским крестом, то в местной прессе дается очень краткое описание подвига. И огромные массы наших людей не могут себе представить, что в действительности скрывается за этим описанием. Позвольте представиться, Герхард Детлев Майер, штандартенфюрер СС, убежденный нацист, беспощадный к врагам Рейха. Что ж, вполне убедительно. Кто бы не получил прибыли от имущества, предназначенного для наших солдат, может рассчитывать на безжалостное устранение. Кто бы не получил прибыли от вещей, собранных для наших солдат, в том числе и бедняками, пусть не рассчитывает на любезное обхождение. Каждый немец должен знать, все, что он дает своим солдатам или страдающему тылу, действительно достается тем, кому предназначается. И прежде всего, ни один преступник не должен питать иллюзий, что преступление спасет его от войны. Мы позаботимся о том, чтобы не одни только достойные люди погибали на фронте, но чтобы преступники и недостойные в тылу не пережили этого времени. Я не желаю, чтобы немецкая женщина, которая, может быть, идет домой с работы ночью, испытывала тревогу за свою безопасность из-за преступников или всяких лоботряс. Мы устраним эти отдельные недостатки. Мы устранили их в целом, и германский народ обязан этому пахту тем, что это лишь отдельные недостатки. Я думаю, что действуют в суть обеспечения целостности нашего общества, но прежде всего, во фронтовом духе. Солдаты имеют право на то, чтобы в то время, когда они рискуют жизнями на фронте, их семьям, женам и другим родственникам дома ничего не угрожало. Я ручаюсь перед фронтом, что немецкий билл безграничной храбростью переносит войну. Даже там, где война обрушивается на него со страшной серьезностью. Я и мои сослуживцы. Слева стоит Бойзен, в центре с измученным выражением лица Редер, а справа с презрительной гримасой Глок. Я чуть поодаль. Улыбаюсь. Я и мои сослуживцы. Слева стоит Бойзен, в центре с измученным выражением лица Редер, а справа с презрительной гримасой Глок. Я чуть поодаль. Улыбаюсь. В России национал-социалистическое движение начало свою работу по объединению немецкого народа и тем самым положило путь к возрождению империи. Этот новый подъем нашего народа из нужды, нищеты и позорного неуважения к нему проходил под знаком чисто внутреннего воздержания. Англию, в частности, это никак не затрагивало и ничего ей не угрожало. Несмотря на это, моментально возобновилась вдохновляемая ненавистью политика окружения Германии. Изнутри и извне влелся известный нам заговор евреев и демократов, большевиков и реакционеров с единственной целью — помешать достанию нового национального государства и снова погрузить рейх в путину бессилия и нищеты. Ныряльщица. Эту статуэтку подарили мне мои соседи Шульцы, когда заходили поздравить меня с новосельем. Мрачный Гауптман Шульц рассказывал тогда о состоянии дел в Вермахте, о том, что в победу более не верят, что фюрера тайно проклинают. Проверял меня этот старик. И скажи я хоть одно лишнее слово, ожидал бы меня на следующий день трибунал, а затем и скорый расстрел. Тогда утверждали, как и сейчас, Англия борется за справедливость. Видимо, Англия боролась в течение трех веков за справедливость. И добрый бог, вознаграждение, дал под ее власть 40 миллионов квадратных километров и вдобавок 480 миллионов человек. Тогда, в 1914 году, Англия заявляла, что она борется за право народов на самоуправление. Можно было ожидать, что Англия провозгласит тогда, по меньшей мере, в своей мировой империи право на самоуправление. Но она, очевидно, отложила это до будущей войны. Тогда в Англии заявляли, что борются также за цивилизацию. Так как цивилизация существует, очевидно, только в самой Англии. В ее горно-промышленных районах, в местах английской нищеты, в Уайт-Чеппелс и в других кварталах, где живут 25 тысяч. Тогда заявляли, как не стыдно говорить, что англичане в какой-либо степени против торговли с Германией. Наоборот, мы желаем восстановить свободу торговли во всем мире. Заявляли, что только бесстыдные клеветники могут утверждать, что англичане желали аннексировать германские колонии. Это говорили в 1914, 15, 16, 17 и даже в 1918 году. Но это не все. В подобных заявлениях шли еще дальше. Старались якобы не с целью добиться победы, На фото я гораздо моложе, чем сейчас, но уже с нацистским значком на ласкане пиджака. Я сильно изменился с того времени. Осунулось лицо. На лбу, по круг глаз залегли морщины. Посидели волосы. «Утро». Произвинения Каспора Фридриха, Любимого романтического художника Адольфа Гитлера. В работах Фридриха нет ничего ни цшианского или сверхчеловеческого. Его пейзажи, несбыточные мечты простых обывателей о счастье, Материализованные на холсте. Газета от 19 июня 1944 года. Передавица. Очередное воззвание к народу министра пропаганды Геббельса. Этот Геббельс обладает потрясающей работоспособностью. Он выступает на радио, пишет статьи в журналы, Сочиняет сценарии для театральных постановок и националистических кинофильмов, Придумывает лозунги для плакатов и при этом успевает бороться с врагами Рейха. В своем роде он гений, и это трудно не признать. Что гораздо необходимее нам озаботиться тем, что требуется от нас в настоящем. Естественно, очень просто придумать Атлантическую хартию. Эта чушь, конечно, будет действовать очень недолго, пару лет. Она просто-напросто не выдержит поверки правды жизни. Есть и другие причины, по которым нашим противникам есть о чем говорить. Они внезапно открыли для себя нашу партийную программу после многих лет тщетных усилий. И теперь мы с удивлением взираем, как они обещают дать миру в будущем почти то же самое, что мы будем делать для нашему народу. Совсем новый. Настольная книга любого партийного человека. Много бы я дал, чтобы вместо нее на тумбочке лежал Керр или Ремарк. Президент говорит, мы желаем, чтобы в будущем никто не страдал от нищеты. Или что-то вроде того. К этому можно добавить только одно. Вероятно, было бы куда проще, если бы этот президент, вместо того, чтобы увязать в войне, использовал всю... Я недавно нашел это старое дело в архивах. Оно датировано 1932 годом. Пятеро вооруженных нацистов ворвались в дом коммунистического лидера Конрада Питерзуха и расстреляли его в упор вместе с членами его семьи. Тогда все мы еще жили в Веймарской республике с президентом Гинденбургом во главе, а потому убийц арестовали и осудили на смертную казнь. Когда же к власти пришел Гитлер, всех их выпустили из тюрьмы, ибо право на стороне того, кто борется, живет, сражается, а если необходимо, то и умирает за Германию. Но мы уже давно добились этого для себя. Настольная лампа с фарфоровым корпусом. По вечерам ее мягкий свет делает комнату очень уютной. На тумбочке стоит пепельница, валяется ручка и листы бумаги. Выкурить сигарету и записать что-то, не вставая с кровати, маленькие сиборитские радости, которые я могу себе позволить. Последние директивы обер-групп-инфюрера СС Рейхслейтера Бормана. К директивам прилагается описание случаев линчевания союзных летчиков, приземлившихся на территории Третьего Рейха. Немецкой полиции предписывается в подобные ситуации не вмешиваться. Широкая и удобная кровать с матрасом, набитым лебяжьим пухом. Два года назад мне довелось побывать на подводной лодке. Моряки там тоже спят на матрасах, только набиты они вовсе не лебяжьим пухом, а человеческим волосом, который в вагонами доставляется в швейные мастерские из Освенцима. Прямо посередине листа, с тремя расчетными таблицами, нагло расположилось огромное чернильное пятно. Из-за него мне пришлось заново переписывать две страницы моего рабочего доклада. На ночь я оставляю свой дневник в запертом ящике рабочего стола. Так мне спокойнее. Декоративные тарелки с известными средневековыми сюжетами. На стене висят фотографии моих фальшивых родственников. Чужие люди с чужими улыбками. Они напоминают мне, как давно я не был на родине. На стене висят фотографии моих фальшивых родственников. Чужие люди с чужими улыбками. Они напоминают мне, как давно я не был на родине. Вы понимаете, сколько скрыто под этими словами человеческого героизма, а также человеческой боли и страданий, и, мы можем сказать, зачастую волнения, конечно, смертельного волнения со стороны тех, которые, особенно впервые, стоят пред жребием божьим на этом высочайшем суде. И они осознали, что не могут ничего объяснить кому-нибудь, кто не пережил этого. Не могут рассказать. Тот, кто не пережил это, сам не поймет, что это. Он не может этого понять, и ему никто не сможет рассказать об этом. По этой причине многие хранили молчание и не говорили ничего, потому что чувствовали. Ты не сможешь описать, как это было в действительности. И это особенно верно, когда против тебя барбарский, звероподобный противник, как сейчас на Востоке. Противник, который знает, что никакой пощады ему не будет. Противник, набирающий солдаты... В этом шкафу много исторической литературы. К сожалению, здесь нет запрещенных Манна, Людвига, Хагемана, но даже без них подборка представляет определенную ценность. Мой рабочий доклад. Пять преступников расстреляли. Золото нашли и отправили в Рейхсбанк. В конце доклада я приписал результаты проверки конвоев поездов на разных направлениях и кое-какие личные размышления. После очередного отступления, боюсь, они уже не имеют никакого значения. Несколько Рейхсмарк. Если сегодня это недельная зарплата обычного немецкого рабочего, то не исключено, что завтра на них нельзя будет купить и буханки хлеба. А ведь до войны инфляции в Третьем Рейхе не было вовсе. Диван для гостей. В меру удобный, как сказал вчера Хефнер. Мраморная полка уставлена различными бесполезными предметами. С тарелками, расписанными букалическими сюжетами, соседствует статуэтка античного мужа и швейцарский хронометр с надписью «Иероним Петтер Дерн». Алло, Майер? Да, мой группенфюрер. Приятно застать вас дома. Как поживает ваш доклад? Тогда что же вы, черт побери, все еще делаете дома? Жду вас через полчаса, Майер. И дам вам совет. Лучше не опаздывайте. Я хотел заняться оформлением доклада по делу Канады вчера вечером, но затянувшаяся беседа с Хефнером помешала моим планам. Теперь мне нужно поторопиться. Группенфюрер будет в ярости, если я слишком сильно задержусь. Книжный шкаф. Книжный шкаф. На полках в основном классические авторы. Где-то там должны быть мои любимые с детства братья Гримм. Жаль, что теперь мне редко выпадает возможность посидеть с хорошей книгой. Таршер, привезенный в Германию и закупированный Польша. Массивная позолоченная люстра с 12 электрическими свечами. Стандартенфюрер Майер звонят с почты. На ваше имя пришла телеграмма из Мюнхена. Вы просили сообщить. Большое спасибо, что предупредили. Не стоит благодарности. Мы рады, что столь высокопоставленные члены доблестной организации СС пользуются нашим почтовым отделением. Настольные лампы с широким абажуром. Дешевые желтые часы из магазина в соседнем квартале. Список членов диверсионного отряда Отто Скорцени. Видел я их однажды. Странные люди. Совсем не похожи на героев. Не знаю, либо этот Скорцени и вправду гений, если сделал из такого сброда боевой отряд, либо дутый пузырь и мистификатор. И последнее, черт побери, кажется мне более вероятным. Не могу вспомнить, куда я положил ключ от этого ящика. Последний раз я его видел два дня назад. Так, пойдем по порядку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пропуск в Министерство пропаганды. Пропуск в Министерство пропаганды. Различные документы по разным причинам не подшитые в дела, которые я вел. Продолжение следует... Исторический манифест, опубликованный в Италии в 1925 году. Цитата из него. Мы не желаем, чтобы государство оставалось равнодушным. Мы хотим, чтобы государство стало воспитателем и учителем. Буквально через несколько дней в газете «Мондо» был напечатан «Манифест интеллектуалов-антифашистов», написанный философом Бенедетто Кротче. Вернер фон Фрич, первый немецкий генерал, погибший в войне. В 1938 году его, заслуженного генерала, подвергли унизительному судебному процессу, обвинив в гомосексуализме. Потом, в 1939 году, его оправдали и даже восстановили в Вермахте, но пост главнокомандующего Вермахта он потерял навсегда. Кресло с матерчатой обивкой и массивными мягкими подлокотниками. Документы по некоторым немецким интеллигентам. Отрыжкой природы называет их сам Гитлер. Не могу вспомнить, куда я положил ключ от этого ящика. Последний раз я его видел два дня назад. Так, пойдем по порядку. Да, я вошел в комнату и сразу направился в спальню. Или нет. Или я сел за стол и принялся искать какой-то документ. Нет, точно нет. У меня не было никаких срочных дел. Я не мог тут же сесть за стол. Попробую начать все сначала. Да, я вошел в комнату и сразу направился в спальню. Или нет. Или я сел за стол и принялся искать какой-то документ. Да, конечно. Я пошел в спальню и переоделся. Ключ выпал у меня из кармана, я заметил это, подобрал его. И вернулся в большую комнату, чтобы спрятать за фотографию на каминной полке. Или нет. Причем здесь фотография. Я прятал за нее ключ всего один раз. Чаще всего я оставлял его рядом с часами. Нет, естественно, нет. Я оставлял ключ рядом с часами, когда торопился. Просто кидал его, не глядя. В тот день я это хорошо помню. У меня было настроение сделать все правильно. Попробую начать все сначала. Да, я вошел в комнату и сразу направился в спальню. Или нет. Или я сел за стол и принялся искать... Да, конечно. Я пошел в спальню и переоделся. Ключ выпал у меня из кармана, я заметил это, подобрал его. И вернулся в большую комнату, чтобы спрятать за фотографию на каминной полке. Или нет. Причем здесь фотография. Я прятал... Да, я подошел к фотографии, держа ключ в руках. И тут раздался звонок. Что я сделал? Может, я бросил ключ на кресло. Или пошел отвечать, все еще держа ключ в руках. А может... Может, это был звонок в дверь. Кто-то же приходил ко мне в тот день. Нет, в дверь мне звонили гораздо позже. Соседи. Простые недалекие люди спрашивали меня о ситуации с продуктами. Я ответил, что ничего не знаю и быстро выпроводил их. Что ж, придется начать все сначала. Да, я вошел в комнату и сразу направился в спальню. Да, конечно. Я пошел в спальню и переоделся. Ключ выпал у меня из кармана, я заметил это, подобрал его. И вернулся в большую комнату, чтобы спрятать за фотографию на каминной полке. Или нет. Причем здесь фото... Да, я подошел к фотографии, держа ключ в руках, и тут раздался звонок. Что я сделал? Может, я бросил ключ на кресло? Или пошел отвечать, все еще держа ключ в руках. А, точно. Я подошел к телефону с ключом. Мне задали вопрос. Я ответил, потом взял со стола папку, открыл ее и начал зачитывать вслух по телефону какие-то цифры. Что же это была за папка, и куда я потом ее положил? Обратно на рабочий стол? Или к радио? Или вообще поставил на полку? А может, я отнес ее к камину, чтобы ознакомиться с ней, сидя в кресле? Нет, здесь, похоже, нет той папки. Судя по всему, я унес ее куда-то. Попробую начать все сначала. Да, я вошел в комнату и сразу направил... Да, конечно. Я пошел в спальню и переоделся. Ключ выпал у меня из кармана, я заметил это, подобрал его и вернулся в большую комнату, чтобы спрятать за фотографию на каминной полке. Или нет? Причем здесь фотография? Да, я подошел к фотографии, держа ключ в руках, и тут раздался звонок. Что я сделал? Может, я бросил ключ на кресло? Или пошел отвечать все еще? Точно. Я подошел к телефону с ключом. Мне задали вопрос. Я ответил. Потом взял со стола папку, открыл ее и начал зачитывать вслух по телефону какие-то цифры. Что же это была за папка и куда я потом ее положил? Обратно на рабочий стол? Или к радио? Или вообще поставил на полку? Да. Вот эта папка, а внутри ключ. Память меня не подвела. Геббельс так называет всех несогласных с политикой НСДАП. Но это дело несколько другого толка. Тут мне пришлось собирать досье на личных врагов доктора. Приотвратное занятие. А в фронтовом духе солдаты имеют право на то, чтобы в то время, когда они рискуют жизнью на фронте, их семьям, женам и другим родственникам дома ничего не угрожало. Я ручаюсь перед фронтом. Фон Бломберг – один из тех отставных генералов, кто может принимать участие в заговоре против фюрера. В свое время Гитлер очень ловко устранил неугодного ему фон Бломберга с поста министра обороны, сначала благословив его на брак с собственной секретаршей, а через несколько месяцев опубликовав порнографические фотографии его новоиспеченной супруги. Пропуск в Министерство пропаганды. Столешница инкрустирована различными породами дерева. Старые ненужные документы. Я использую их для растопки камином. Газета «Дас Райх». Один из главных рупоров Министерства Геббельса. Кресло с матерчатой обивкой и массивными мягкими подлокотниками. Мусорная корзина. Последнее пристанище неудачных мыслей, неподтвердившихся версий и попросту испорченной бумаги. Вот так вот запросто валяется на полу моей гостиной рецепт приготовления секретного яда, произведенного в лаборатории гестапо. Чтобы получить действенное средство от тараканов, нужно разбавить водой из кувшина крем от грибка. Субтитры создавал DimaTorzok Великобритания борется за свободу малых наций. Мы увидели впоследствии, как поступила Англия со свободой этих малых наций. Прежде всего, как мало заботились так называемые государственные деятели от свободы малых наций. Как они угнетали национальности, притесняли народы. Они продолжают действовать именно так, когда речь идет об их интересах. Тогда утверждали, как и сейчас, Англия борется за справедливость. Видимо, Англия боролась в течение трех веков за справедливость. И добрый бог вознаграждение дал под ее власть 40 миллионов квадратных километров и вдобавок 480 миллионов человек. Тогда, в 1914 году, Англия заявляла, что она борется за право народов на самоуправление. Можно было ожидать, что Англия провозгласит тогда, по меньшей вере, в своей мировой империи право на самоуправление. Но она, очевидно, отложила это до будущей войны. Тогда в Англии заявляли, что борются также за цивилизацию. Так как цивилизация существует, очевидно, только в самой Англии, в ее горно-промышленных районах, в местах английской нищеты, в Уайт-Чапеллс и в других кварталах, где живут 20 методов. Тогда заявляли, как не стыдно говорить, что англичане в какой-либо степени против торговли с Германией. Наоборот, мы желаем восстановить свободу торговли во всем мире. Заявляли, что только бесстыдные клеветники могут утверждать, что англичане желали аннексировать германские колонии. Это говорили в 1914, 15, 16, 17 и даже в 1918 году. Но это не все. В подобных заявлениях шли еще дальше. Трались якобы... Старый Телефункен 1936 года. В те времена, когда его впервые вынесли из мастерской, передачи шли три раза в неделю, с 8 до 10 вечера. Транслировались спектакли, музыкальные концерты, скетчи, выступления партийно-государственной номенклатуры. Уже после Олимпиады телевидение сделалось вещью почти обыденной, хотя и не могло, конечно, сравниться по распространенности с радио. Камин. Нет, ничего лучше, чем посидеть вечерком у открытого камина, вытянув ноги к потрескивающему огню. Моя фальшивая фотография, сделанная еще до Первой мировой войны. В те времена я еще ходил в воскресную школу в маленьком городке Ветлуга в Нижегородской области. Если о чем и задумывался, то только о любви, о любви и еще раз о любви. У меня уже давно не находилось повода зажечь свечи, разлить по бокалам шампанское, произнести красивый и задушевный тост. Война, долг, национальная идея. Ведь это все не главное. Ведь главное в жизни совсем другое, и этого-то главного и лишает нас планомерно наш любимый фюрер. Гораздо необходимо нам озаботиться тем, что требуется от нас в настоящем. Естественно, очень просто придумать Атлантическую хартию. Эта чушь, конечно, будет действовать очень... Здесь стоят различные справочники и словари. Книжная полка. На самом видном месте экземпляр «Майн кампф» Адольфа Гитлера. После первого и единственного ознакомления с этой книгой я еще полчаса сгибал и разгибал ее корешок, чтобы она приняла потертый, зачитанный вид. Чернильница в форме русалки. Государственные учения Иоганна Готлеба Фихте. Многие считают, что именно на страницах этой книги родилась нацистская теория. Здесь записан адрес почты, где я должен получить очередную шифровку. Поштрасса 22. Кажется, на этой же улице находится один очень хороший ресторан. Уже год мне приходится готовить еду самому. Моя старая экономка по каким-то семейным причинам ушла, а искать новую нет ни времени, ни желания. Кресла с макерчатой обивкой и массивными мягкими подлокотниками. Но мы уже давно добились этого для себя. Они не открыли ничего, кроме основных принципов национал-социалистической программы. Япония, так же, как и мы, пошла в войну. Конечно, она терпит их поражение. Конечно, японские генералы ничего не стоят... Никто не берет трубку. ...этими знаменитыми английскими генералами. Алло, мой группенфюрер? Маккар! Что это за генерал? Майер, это вы? Почему вы все еще не здесь? Может, вы сломали ногу? Или руку? Или, может быть, голову потеряли? У меня возникли некоторые вопросы касательно... Майер, я не собираюсь слушать по телефону ваши вопросы, оправдания и отговорки. У меня очень много работы. И вы, мой дорогой Майер, начинаете меня раздражать. Раньше за вами подобного не водилось. Не разочаровывайте меня больше. Жду вас у себя. До свидания. Газета «Фолькишер Беобахтер» от 24 мая. Знаменательно памятным заявлением Геббельса Германия должна стать более опустошенной, чем Сахара. Имеющим малое значение для исхода войны в целом, для германского солдата не легче, чем участвовать в решающем сражении. Всегда есть человек и есть его жизнь. Часто сотни тысяч храбрых солдат всех родов войск. В сухопутных войсках, в пехоте, в инженерных войсках. Мое удостоверение члены СС. Если я его потеряю, у меня будут большие неприятности. Ведение дневника хорошо организовывает мысли. На бумаге нет места ничему лишнему. Цели и средства достижения этих целей. Вот и все, что достойно быть записанным. Это ключ от одного из ящиков моего стола. Прорвавшийся враг уничтожен. Или прорыв завершен. Продвижение там-то и там-то. Портированы такая-то и такая-то реки. Захвачены такой-то и такой-то города. Вы не понимаете... Ящик закрыт на ключ. Ящик закрыт на ключ. На столе документы, справки, отчеты. Мне часто приходится работать дома. И они осознали, что не могут ничего объяснить кому-нибудь, кто не пережил этого. Не могут рассказать. Тот, кто не пережил это, сам не поймет, что это. Он не может этого понять. И ему никто не сможет рассказать об этом. По этой причине многие хранили молчание и не говорили ничего, потому что чувствовали. Ты не сможешь описать, как это было в действительности. И это особенно верно, когда против тебя барбарский, сфероподобный противник, как сейчас на Востоке. Противник, который знает, что никакой пощады ему не будет. Противник, набирающий солдат не из людей, а практически из зверей. За этими сухими сообщениями бесконечный... Мой рабочий доклад. Канада, складские помещения, в которых охрана лагерей смерти сортировала изъятое вновь прибывших узников имущество. В декабре прошлого года при переправке в Германию куда-то таинственно исчез целый вагон подобного добра. И подозревали, что вместо отмеченного в документах человеческого волоса в нем везли золото. Но время, когда лучшие представители нашей нации кладут свои жизни на фронте, нет места для преступников или ни к чему не пригодных людей, которые разлагают нации. Кто бы не получил прибыли от имущества, предназначенного для наших солдат, может рассчитывать на безжалостное устранение. Кто бы не получил прибыли от вещей, собранных для наших солдат, в том числе и бедняками, пусть не рассчитывает на любезное обхождение. Каждый немец должен знать, все, что он дает своим солдатам или страдающему тылу, действительно достается тем, кому предназначается. И прежде всего... Эта газета была напечатана в июне 1939 года. Я использую ее для расшифровки важной информации, передаваемой мне из Мюнхена. Лупа. Как будто материализовалась из детских представлений о Шерлоке Холмсе. Да, теперь я тоже в некотором роде сыщик. Черные кожаные перчатки. Офицеру СС положены по форме. Античная богиня Афина Паллада. Та самая, что вышла из головы Зевса и подарила грекам оливковое дерево. Дверь в темную комнату. Ее небогатую обстановку составляют старые ненужные вещи, оставшиеся от предыдущего владельца дома. Для освещения коридора, в принципе, вполне хватило бы и одной лампы. Шляпа – это неудачный подарок на мой день рождения. После того дня я так ни разу ее и не надел. Одноярусная настенная вешалка с полкой. Картина немецких художников. Картина швея. Картина пастух. В тумбочке полно всякой всячины. Шнурки, кремы, инструменты, необходимые в быту вещью. Античная богиня красоты Афродита. На полотне изображена повозка с лошадьми на проселочной дороге. Декоративная ваза. Настольные часы, сделанные из дуба, отстают на несколько минут. Только принимая горячую ванну, я могу по-настоящему расслабиться. В эти короткие минуты в начале ночи я становлюсь самим собой, а штандартенфюрер СС со всеми его кровавыми делами остается ждать меня в коридоре. Душ помогает собраться с мыслями. Мыло, шампунь, мочалка. Все это помогает мне снимать усталость, накопленную за день. Оцинкованный таз. Многофункциональный инструмент домашнего обихода. Вафельное полотенце для рук. Здесь расположилась моя небольшая фотолаборатория. Инструменты и набор реактивов позволяют проявлять негативы и создавать фотокарточки. Лампа красного света позволяет работать с фотобумагой без опасения засветить ее. Старый массивный фотоувеличитель. Старый массивный фотоувеличитель. Домашние замшевые тапочки с нашивками из кожи. Удобный и мягкий купальный халат. Белое узорчатое полотенце для рук. Это упаковка медицинских шприцов. Осталась от предыдущего хозяина дома. Он болел сахарным диабетом. Обычные щетки для чистки одежды. Чистая белая раковина для штандартенфюрера СС. Чтобы после службы он возвращался домой и в тишине и покое смывал с рук кровь своих жертв. А в концлагере в Бранденбауме в одном помещении на 28 человек один туалет, один умывальник и одна железная печь. И зимой одно ведро угля на день. На полочке полный бритвенный набор. Мыло, лосьон, помазок и безопасная бритва. То, с чего начинается утро любого мужчины. Интернациональная половая тряпка, сделанная в Югославии, купленная в Венгрии и доживающая свой век здесь, в Германии. Когда-то она была майкой. Продолжение следует... За этой дверью расположена кухня. Я сейчас не очень голоден, так что не вижу смысла туда заходить. За этой дверью расположена кухня. Я сейчас не очень голоден, так что не вижу смысла туда заходить. Пара вычищенных сапог. Продолжение следует... Воплощение обывательского благополучия. К сожалению, даже здесь уже начинают появляться следы войны. Еще год назад мусор, валяющийся на мостовой, был для немцев делом немыслимым. Столб линии электропередачи. Столб линии электропередачи. Дом Гауптмана Шульца. Из трубы степенно поднимается серый дым. Деревянная лестница приставлена к стене дома Шульцев. Стоит она так уже давно. Деревянная лестница. Димаuntyle. Субтитры сделал DimaTorzok Вы неважно выглядите, господин Майор. Плохо спалось? Сочувствую, господин Майор. Жениться бы вам надо. Жениться? Я бы с удовольствием, Вильм. Да не так все это просто. Да что ж здесь сложного. Свободных женщин округ много. Любая из них была бы счастлива связать свою судьбу с офицером СС. Брак — это полное завершение супругов, исполняющих свой долг по продолжению рода. Нет, к такому браку я сейчас не готов. Вот после войны... Да кто же знает, когда эта война закончится? Год, три, четыре. Война может потребовать у нас наших сыновей, и мы должны будем их отдать. Нет, Вильм, война — это тупик. Мир — это наше будущее. Мир — это будущее Германии. Возможно, господин Майор. Только не ближайшее будущее, это точно. Да? Моей Хельге будет очень приятно узнать, что вы поинтересовались ее здоровьем. Она вас очень уважает. Так как она? Не очень, господин Майор. Вчера ездил вот за доктором, он ее чем-то уколол и сказал, что в постели ей лежать придется еще неделю. Не уверен, господин Майор, совсем не уверен. Что ж, сочувствую. Спасибо за сочувствие. Я обязательно передам Хельге. Да? Да нет, господин Майор. Все так же вязнем на востоке, отступаем в Прибалтике и на Украине. Все смелые контратаки фюрера не приносят никаких результатов. Смелые контратаки. Единственное, что может принести сейчас успех Германии, — это несколько месяцев спокойной обороны. Нет, господин Майор. Оборона — это прямой путь к поражению. Вся гениальность фюрера заключается в непредсказуемости его действий. Нет, нет, нет. Германии нужна историческая справедливость, господин Майор. А историческая справедливость — это победа и это господство. Вильм, ты не осознаешь. Я в это верю. Простите, что перебил вас, господин Майор. Ничего, Вильм, я тебя понимаю. Да? Дайте подумать, Гермайор. Вчера была пьянка по поводу окончательного уничтожения английской разведки во Франции. Пемельбург и Кипер, красавцы, что и говорить, подключились к Интеллидженс Сервис и полгода водили по радио Лондон за нос. Да? Дайте подумать, Гермайор. Кальтен Брунер ночью совсем разошелся. Оргия была впечатляющих масштабов. Значит, плохи сейчас дела у обергруппенфюрера нашего. Значит, готовятся к чему-то. Да? Дайте подумать, Гермайор. Снова ходят какие-то разговоры о Шангреле, этой крепости в Антарктиде. Вроде бы Гитлер не сегодня-завтра собирается переносить туда ставку. Сочиняют, как обычно. Да? Дайте подумать, Гермайор. Геринг рвет и мечет. Ревнует фюреры к Бормуну. Сам виноват толстая морда. Развалил люфтваффе. А все туда же, во власть, в наследники. Да? Дайте подумать, Гермайор. Из Бухенвальда очередные слухи. Эти сельские знахари угробили, похоже, еще 150 заключенных. Искали вакцину от сыпного тифа. Ну, этих не жалко. Да? Дайте подумать, Гермайор. В Бухенвальде, говорят, удалось наконец удачно пересадить половой орган. Шульца, наверное, торжествует. Будем ждать его у Китти. Устроим ему по случаю возвращения мужественности сюрприз. Да? Дайте подумать, Гермайор. Вчера была пьянка по поводу окончательного уничтожения английской разведки во Франции. Пемельбург и Кифер, красавцы, что и говорить, подключились к интеллидженс-сервису и полгода водили по радио Лондон за нос. Принц Альбрехт-страссе, 8. Господин Майер. Да? Думаю, что ваша щетина вряд ли понравится господину Мюллеру. Нет, я не то чтобы настаиваю, но... Черт, действительно, я совсем забыл побриться. Спасибо, Вильм. Мюллер был бы в ярости от моего мужественного вида. Я не то чтобы навязываю вам свое мнение, я просто... Спасибо, Вильм. Я тебя понял. Выправка, аккуратность, подтянутость. Таким должен быть облик настоящего офицера СС. Ты совершенно прав, а я просто переработал вчера. Рад вам помочь, господин Майер. За этой дверью расположена кухня. Я сейчас не очень голоден, так что не вижу смысла туда заходить. На полочке полный бритвенный набор. Мыло, лосьон, помазок и безопасная бритва. То, с чего начинается утро любого мужчины. Чистая белая раковина для штандартенфюрера СС. Чтобы после службы он возвращался домой и в тишине, и покое смывал с рук кровь своих жертв. А в концлагере, в Бранденбауме, в одном помещении на 28 человек, один туалет, один умывальник и одна железная печь. И зимой, одно ведро угля на день. Не уверен, что стоит так делать. Маленькое зеркало в белой рамке. С той стороны смотрит на меня небритое, помятое лицо штандартенфюрера СС. Маленькое зеркало в белой рамке. В коробке из-под крема от грибка «Геволь» хранится жидкость секретного состава, разработанная специально для нужд гестапо. Сама по себе эта жидкость совершенно безвредная. Но вот если смешать ее с другим ингредиентом... Бритвенный станок со сменными лезвиями. Гениальное изобретение в жилетто, облегчившее жизнь мужчинам во всем мире. В коробке из-под крема от грибка «Геволь» хранится жидкость секретного состава, разработанная специально для нужд гестапо. Сама по себе эта жидкость совершенно безвредная. Но вот если смешать ее с другим ингредиентом... Сама по себе эта жидкость секретная. Мой дом. Скромный снаружи, уютный внутри, как и большинство случайной прохожей с озабоченным нахмуренным лицом. Принц-Альбрехт-штрассе 8. На мостовой лежит сорванная афиша очередного антисемитского фильма, сделанного режиссером Фейтом Харланом по заказу министерства Геббельса. Несколько агитационных плакатов с призывом напрячь все силы для укрепления Германии. Люди на плакатах смотрят вдаль орлиным взором и выпячивают вперед волевые подбородки. На лицах непоколебимая решимость. Пропаганда везде одинакова. Здание РСХА. Эти серые стены вызывают священный трепет и благоговение у любого законопослушного немца. Очень помогает в темное время суток. Алое полотнище со свастикой на белом фоне. Введено лично Адольфом Гитлером как официальный флаг Великогерманской империи. РСХА. Главное имперское управление безопасности. Хайл Гитлер. Хайл Гитлер. Конрад. Герхард. То есть штандартенфюрер Майер. Слушай, Конрад, что с тобой случилось? Последний раз, когда мы виделись, ты же служил адъютантом у Бомгарда. Ах, дурацкая история. Завалился орел мой Бомгард. И не на девки даже завалился, и не на мальчики даже. А мальчиков у него было много. Да, да, я слышал что-то подобное. На дури какой-то жизнь орла моего оборвалась. Вот что обидно. Избил подчиненного. И ладно бы просто избил, так нет. Хвалиться начал. Казнили его, в общем. А меня чуть в концлагерь, в охрану не отправили. С удовольствием бы. Да только слишком много там бездельников. Не пустят они меня туда ни при каких обстоятельствах. Бездельников? Все, все они бездельники, Герхард. Все до одного. Кроме фюрера. На него наша последняя надежда. Окончание войны я буду ждать. Чистки буду ждать. Швали-то много у нас в верхах. Убрать ее всю, и для меня место найдется. Болен наш фюрер. Затуманили ему мозги. Не иначе еврей какой прорвался туда, вверха, и развел там гнили. Думаешь, из-за чего мы проигрываем войну? Из-за чего? Из-за крикунов, болтунов и крыс, которые только и делали, чтобы воняли. Они задушили фюрера, задушили Герхард, задушили своей вонью. Я же ничего не сообщил об избиении вышестоящим офицерам. Видимо, этого было достаточно. Так что еще вчера вечером сидел я в собственном кабинете, а сегодня с утра автомат в руки и дышу свежим воздухом. Иди, иди, Герхард. И будем надеяться, тебя не постигнет участь орла моего, Бомгарда. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Был какой-то пьяница, Герхард Штандартенфюрер. Лес обниматься. Кажется, даже не понял, куда он попал. Что же вы сделали? Я отогнал его, Герхард Штандартенфюрер, без применения силы. Сообщите мне имя, фамилию и адрес этого человека. Я проверю, есть ли на него какие-нибудь сведения в архивах. Герх Штандартенфюрер, я не понимаю, о чем вы говорите. Откуда я могу знать его имя и тем более адрес? Я же впервые сегодня увидел его. То есть, если я правильно понял, вы даже не потрудились проверить его документы? Да, Герхард Штандартенфюрер. То есть, вы считаете, что появление здесь пьяницы – это обычная случайность? А вы не задумывались, что таким образом террористы могли проверять нашу систему безопасности? А вы не задумывались, что этот человек мог просто отвлекать ваше внимание, в то время как его сообщники закладывали бомбу прямо под стенами главного оплота стабильности Германии? Нет, Герхард Штандартенфюрер. Простите, это моя ошибка. С этой минуты я буду бдителен. Будем надеяться, что это происшествие останется без последствий. С этого дня я буду наблюдать за тобой. Не допусти же еще одну ошибку, которая может стать роковой не только для тебя, но и для всех тех, кто в этом здании день и ночь трудится на благо Третьего Рейха. Да, Герхард Штандартенфюрер. Я вас понял. Я буду бдителем. Я никогда не повторю этой ошибки. Будем надеяться. Будем надеяться. Потому что верим в Господа Бога, создавшего Германию, и пославшего нам фюрера, Адольфа Гитлера. Хороший ответ. Спасибо, Герхард Штандартенфюрер. Продолжайте нести службу. Да, Герхард Штандартенфюрер. В этом маленьком закутке царит Гюнтер. Он наш секретарь. Алое полотнище со свастикой на белом фоне. Введено лично Адольфом Гитлером, как официальный флаг Великогерманской империи. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Все в порядке? Да, Герхард Штандартенфюрер. Все в порядке? Да, Герхард Штандартенфюрер. Имперский орел сжимает в когтях, овитую дубовыми ветвями, свастику. Символ, теперь уже угасающей мощи Рейха, здесь все еще смотрится внушительно. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Да нет, все как обычно. Работаем потихоньку. Не буду отвлекать. Продолжай работать. Обращайтесь, если что-то понадобится. Стандартный черный телефон. Отличное средство связи. В этом шкафчике Гюнтер хранит разную мелочь. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Почему приказу вы здесь находитесь? Первый раз вас здесь вижу. Прибыли по личному распоряжению обергруппенфюрера Кальтенбруннера. Переведены в гестапо из расформированного третьего управления Абвера. В связи с чем обергруппенфюрер решил увеличить охрану РСХ? Я не могу вам ничего ответить. Я не знаю. Продолжайте нести службу. Жесткий и неудобный стул предназначен исключительно для посетителей. Охрана здесь никогда не позволяет себе садиться. työ stirрая. Жестный. Вот так вот. Вот так вот. Рэй. Имперский орел, символ Третьего Рейха. Алое полотнище со свастикой на белом фоне. Введено лично Адольфом Гитлером как официальный флаг Великогерманской империи. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Томас, как дела? Неплохо, штандартен фюрер-майор. Скучно мне тут. Давит тут меня. Мне бы на выезд. Будет тебе выезд, Томас, будет. Не беспокойся, еще не один выезд. Враги партии. Я скучаю по ним. По их ногам, по их рукам, по их зубам. Да, зная тебя, я бы поостерегся выступать против НСДАП или нарушать закон. Жалко, что все эти предатели также с тобой не знакомы. Пока не знакомы, штандартен фюрер. Пока. Растут. Сын уже меня перерос. Уже вермахт рвется. Хороший у меня сын. Настоящий ариец. Жаль будет, если умрет. Но так надо. Мужчины жертвуют собой на войне, а женщины дома. Да, сын твой хороший парень. И дочь не хуже. А что вы штандартен фюрер ждете? Почему не женитесь? Полукровки одни попадаются. Хотя полукровки бывают хорошие. Ну, раздетые особенно. Жениться? Даже не думал никогда об этом. Сначала ведь должна появиться женщина. А женщины-то все нет. И не до того. Мы же отступаем. Отступаем, наступаем. Жена Ермо побольше войны. Но ведь германская нация вымрет без нашей с вами помощи, штандартен фюрер, майор. Вымрет. И везде будут одни только полукровки. Нога? А, что там нога? Что и сделается. Кровь хороша. Душа хороша. Что еще нужно солдату фюрера? Честно говоря, я за тебя тогда немного испугался. Все не могу понять, откуда взялся у него пистолет. А ты как будто этого ждал. Ждал? От них можно всего ждать. Я всегда всего ожидаю. Хайл Гитлер. Хайл Гитлер! Что-то я вас здесь раньше не видел. Прибыл по приказу обер-группенфюрера Кальтенбронера. Я не могу этого знать. Нет, ничего существенного. Хайл Гитлер. Хайл Гитлер. Как самочувствие обер-группенфюрера Кальтенбронера? Все в порядке, Герр Штандартенфюрер Майер. Я передам обер-группенфюреру, чтобы справлялись о его здоровье. Не стоит беспокоиться. Я просто поинтересовался. Конечно, Герр Штандартенфюрер Майер. Герр Штандартенфюрер Майер.